Три девицы под окном пряли поздно вечерку. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. «Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна надкала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря». И мы все знаем, чем закончилась эта история. Что царь подслушивал под окошком и взял в жены третью сестру, а двух других взял, чтобы они прислуживали. И когда сестра третья забеременела, царь в это время куда-то ушел на войну, она родила, а сестрицы не хотели, чтобы она была королевой. И они подкупили гонца, который должен был отнести сообщение царю. И там было написано, что «родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку». Ну, конечно, от такого сообщения царь тут же сказал «балой ее». И ее посадили вместе с новорожденным сыном в бочку и пустили плавать по морю. Ну, конечно, мы все знаем эту сказку с самого-самого детства, и что мальчик рос не по дням, а по часам, и они пристали к острову и так далее. Также те, кто рос в Санкт-Петербурге, наверняка видел вот эту картину. Это картина Даная. Даная и золотой дождь. Я, конечно, тоже ее видела, когда я ходила в Эрмитаж, и в школе нам, конечно, что-то при нее рассказывали. Но только вот это, что это Даная и золотой дождь. Спросите меня, что там... Спросите меня пару лет назад, что это был за золотой дождь, и в чем там вообще история, я бы не смогла сказать. Но книга Стивена Фрая пролила совершенно новый свет на всю эту историю. Первая книга Стивена Фрая про мифы, она называется, собственно, «Мифы», а вторая – «Герои». И вот как раз вторая книга «Герои» начинается с истории про Данаю. Давайте я вам тоже эту историю расскажу, потому что она очень классная. Жил-был царь. И предсказали ему, что убьет его его собственный внук. А у царя этого была любимая дочь Даная. Он ее, конечно, очень любил, но жизнь свою он любил еще больше. Поэтому он приказал построить для нее комнату под дворцом, в которую могли заходить только девушки, которые ее обслуживали. И никто-никто не мог туда проникнуть. Но Даная, конечно же, была такая прекрасная, что Зевс ее заметил и стал думать, как же, как же он может ею овладеть. И обычно, если обычно или часто он превращался в каких-нибудь животных или птиц, то тут он пролился золотым дождем на Данаю. И Даная забеременела и родила. И когда ребенок уже родился, конечно, сложно стало скрыть от отца. Ребенок очень кричал. И отец Даная услышал, что появился вот этот самый внук, который может его убить. И он стал думать, как же, что же ему делать теперь. Потому что самое страшное преступление в древнегреческом мире или в мире древнегреческих мифов, это убить специально или случайно своего родственника. Поэтому он сделал так. Он приказал посадить Данаю и маленького Персея в деревянный ящик, в деревянную почку и сбросить со скалы. И логика его была такая. Ну, это же не я их убил. Если они умрут, а они, конечно же, умрут, то это будет или воноскал, на который они упадут, или море их проглотит. Так что я тут вообще совершенно ни при чём. Меж тем, Даная плыла с Персеем, который также рос не подняла по часам, как наш князь Гвидон. И выловили их рыбаки. И стала она жить с этим рыбаком. Персей вырос. Персей отправился и достал голову медузы Горгоны. Это его был главный такой подвиг. И потом он спокойно уже жил со своей женой Андромедой. Посмотрите, сколько похожих моментов. Я даже никогда не подвергала сомнению, что Пушкин не сам это придумал. Но по ходу дела не сам. А в каком-нибудь ещё другом видео я расскажу про Ромео Джульетту Шекспира. Оказывается, Шекспир тоже, собственно, не Шекспир эту историю придумал. Но в этом видео не про это. И вот ещё третья история, в которой появляется мотив Бочкин. Это народная португальская сказка «Уменину де Луа», «Лунный мальчик», в переложении португальской писательницы Алис Вейера. Жили-были муж и жена. И когда жена рожала ребёнка, мальчика она умерла. И так как отцу было самому сложно выращивать сына, то он женился во второй раз. И жена его не взлюбила мальчика. И всё время его ругала. И мальчик стал уходить из дома. И всё время он проводил, смотря на Луну. Всё смотрел и смотрел, и смотрел на Луну. И когда его папа как-то раз спросил, почему ты смотришь на Луну, он сказал, что Луна посылает мне сообщение. Но я слишком маленький ещё, чтобы его понять, это сообщение. И папа спросил, что она конкретно тебе говорит. Он сказал, что когда-нибудь наступит такой момент, когда мой отец захочет налить мне воду на руки, но я ему не позволю это сделать. Такое вот сшифрованное сообщение. Муж рассказал об этом жене. Она сказала, смотри, это же он вырастет и сделает нас своими слугами. Надо его утопить. Значит, завтра ты вот его возьмёшь и хорошенько его так утопишь. Чтобы уж наверняка. Но отец, конечно, не мог утопить своего сына. Он посадил его, догадайтесь, куда. Он посадил его в деревянный ящик и пустил плавать по морю. В ящик этот выловили рыбаки и отнесли королю той страны, из которой они были. И король был очень счастлив, потому что у него не было детей. И как раз принесли ему долгожданного сына. А забыла сказать, что отец нарисовал на ящике луну. Потому что мальчик всё время смотрел на луну. То есть король знал, что это вот мальчик из ящика, на котором нарисована луна. Прошло много-много лет. Король состарился. Принц стал управлять страной. Он стал ездить по соседним тоже странам. И на одном постоялом дворе трактирщик хотела бы помочь умыться, помыть руки. Но он был такой старый трактирщик, что принц сказал, не надо, я сам всё сделаю. И трактирщик так сразу обомлел. И они выяснили, что вот это отец, это сын. И в общем они помирились. И уж сколько там отцу оставалось жить. Жили долго и счастливо. Вот три истории с одним и тем же мотивом. С мотивом Бочкин. Если вы знаете ещё какую-нибудь сказку или миф из каких-нибудь других культур, мне будет очень-очень интересно об этом узнать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok